Итак, это закат Боспорского царства. И начнем с правителей, существование которых вообще не особо доказано. Например, начнем с Раскупорида VI Саурамата, известного также как Раскупорид I Тиберий или Раскупорид Тиберец I. Данный правитель в такой конфигурации его имен и с его описанием известен только по искоростанскому списку царей. Поскольку на данный момент искоростанский список царей не переведен, не предоставлен широкой общественности и его не могут изучать, как-то критиковать, как-то исследовать, то, по сути дела, считаем, что данный правитель вообще неизвестен. Тем не менее, данный Раскупорид VI может быть фантомным дубликатом, например, Раскупорида V. Например, вполне, если допустить, что в Раскупорид V совмещено несколько правителей, не один, который правил с какими-то эпизодами, выбирая себе кучу соправителей и так дальше, а, например, два-три правителя, то одним из них с именем Раскупорид вполне себе мог быть этот самый Раскупорид VI Саурамат, Раскупорид I Тиберий, Раскупорид Тиберец. Известно, что он имел все законные права, то есть, вероятнее всего, он был сыном настоящего Раскупорида V. Но не того, который его же фантомное отображение, а того, который был перед ним. Ну или как-то так. Точных данных практически нету. Известно, что он правил не в самом Баспоре. Это важно отметить для того, чтобы понимать, что он не совсем-то и баспорский царь. Ну да, номинально он происходит из династии, номинально он, в принципе, претендовал на власть в баспорском царстве, но вот ни в Пантикопее, ни в Фанагории он не царствовал ни дня. Возможно. Возможно, он царствовал только в самом начале своего правления, но потом уже, когда он был изгнан по какой-то причине, непонятно, как это случилось. Может быть, он сам ушел с войной как бы куда-то, а потом, когда собирался вернуться обратно, его уже обратно не впустили. Известно, что он и его потомки достаточно сильно ненавидели тех баспорских царей, которые остались править баспорским царством, и потомки данного Раскупурида считали всех их нелегитимными, и вообще негодяями, и вообще подлотой, гнилотой, и все в таком духе. А вот себя они считали Раскупуридами во всех смыслах этого слова. И, кстати, следующие три сына у него были, именно, точнее, не три сына, а следующие три представителя данного рода, данной династии, все с именем Раскупурид. То есть, видимо, он, его сын и его внук еще надеялись, что они как-то усадят на баспорский трон, соответственно, своего сына. Однако уже его внук Раскупурид III под конец своего правления около 330-340-х годов нынешней эры увел свой род в Междуречье, Прута и Днестра, где соединил своего сына Саврамата I Тиверца с Раскаландской княжной Гроссной. Они стали верными союзниками Раскаландским царям, и постепенно княжеская династия Тиверцев стала считаться младшей правящей династией Раскаландских царей. То есть, настолько они с Раскаландскими царями скрестились, что, по сути дела, стали как бы под видом этой самой Раскаландской царской династии. Ну, оно-то и неудивительно. Боспорские цари и так имели очень сильные связи и очень мощную генетику и наследственность с этим связанную, поэтому как бы гены хорошие. И если они были верны Раскаланам, то вполне себе понятно, почему их очень сильно уважали и ценили. Дальше много чего неизвестно, но известно, что последним царем этой династии был Раскадагас, который погиб в 794 году в битве с Хазарами. Но уже до этих времен Раскапуриды-Тиверцы породнились практически со всеми правящими династиями белых хорват, бужан, киевичей, полян и ляхов. И даже чехов. Его братом по матери, но не по отцу, был Промысл Ороч. Также известный как Промысл Чешский или Пржемысл Пшемысл Пахарь. Он в официальной историографии считается полулегендарным правителем Чехов, земледельцем и основателем, таким легендарным основателем царской династии Пржемысловичей, которые правили Чехией, и не только Чехией, если разбираться с, соответственно, на восьмого века по четырнадцатый век. С восьмого века, то есть около шести столетия они правили Чехией. И частично это тоже потомки боспорских князей. Поэтому к вопросу о связи боспора и славян. Ну, как бы да, Санте и Веды Перуна в Воспорском царстве не читали по очень простой причине. Хиневич их тогда еще не написал. Однако, что касается славянскости и ведическости, то Воспорское царство было непосредственным путем связано и с древними предками славянскифами и так далее. И в более поздние времена, соответственно, с основными массами правящих династий славянских народов. Относительно данного промысла Ороча известно не особо много. Известно, что он был женат на принцессе и прорицательнице Либуша, которая была законной княжной Чехов. Когда мужчины племени стали выражать недовольство тем, что их народом руководит женщина, Либуша назвала имя промысла и сказала им, где его найти и как его призвать. Интересно, что они реально нашли человека, полностью соответствующего тому описанию, которое дала Либуша, и они его призвали. Человек оказался по-настоящему мудрый, человек оказался даже нечеловечески мудрый, и он стал царем Чехов и, соответственно, мужем Либуши. У них были три сына. Вообще, тема с тремя сыновьями – это архетипическая тема, и, как правило, это достаточно ложная тема. Как правило, когда какого-то правителя хотят легендаризировать, то, чтобы казалось, что у него три сына, его сыновья могут записать, например, двух племянников, если у него был всего лишь один сын, или, например, его дочь посмертно переименовать в сына, или если у него было пять сыновей, могут написать, что где-нибудь с Ноской. Ну да, типа в общей сложности у него-то было их пять, но вот три – вот это сыны, всем сынам сыны, а те где-то там рядом тоже существовали, ну фиг с ними. Так вот, и у данного промысла с Либушей было три сына с именами – Незамысл, Радобыль и Людомир. Почему такие имена? Ну, имена вполне себе соответствуют чешским именам тех времен, однако трон унаследовал Незамысл. То есть, видимо, князь, который не задумывался, что может указывать или на глупость самого князя и с точки зрения промысла как-то непромыслительно называть своего сына дураком, по сути дела. С другой стороны, может быть, промысл и Либуша, как она, как воплощение женского такого интуитивного начала, он, как воплощение мужского разума, могли настолько качественно настроить жизнь Чехии тех времен, что их сын особо не замысливался, не потому что был дураком, а потому что не было о чем особо мыслить, нужно было исполнять какие-то рядовые задачи. Также, согласно чешским легендам, Либуша предсказала возникновение города Прага, а непосредственно промысл и его сыновья участвовали в ее создании. Интересно, что по чешской хронике Козьмы Пражского, которая была написана в XII веке, Либуша была одной из трех дочерей чешского князя Крока. В персоне данного князя видится крак XIII до Тарун, который известный в ведических источниках. Он приблизительно в те времена в действительности правил территории Чехии. Но народная молва данного крака XIII до Таруна отождествила с Краком, который основатель Кракова, который брат Кия, и таким путем мифологическое происхождение Либуши стало еще более значимым, еще более древним. Но если бы она была реальной дочерью Крака, то ей пришлось бы ожидать своего мужа этак около пяти тысяч лет. Она бы уже засохла давным-давно, но неважно. А также по данным легендам у нее было еще две сестры тоже с знаковыми именами Кази и Тетка. Ну, что есть, то есть. Ну и Либуша чехами почитается, то есть тема с чешским промыслом и Либушей это не что-то известное только мне или из Крастанскому списку царей. Это то, что при желании можно найти в книгах по истории, мифологии, легендам Чехии, истории Древней Европы. Однако в плане боспорских царей следующий тоже идет достаточно мутный и о нем достаточно мало известно. В частности, он существует в нескольких книгах, однако в той же Википедии статьи о нем называются фейковыми. И как бы я скажу, что я лично за ним не ходил, лично его не видел. Был ли он реально или не был, и каким был, и в каком плане о нем вообще думать, не знаю. Тем не менее, есть такие разные сведения, часто взаимопротиворечивые, что был некий князь Тиберий Юлий Синегес, который, или сын Джесс. Возможно, его имя связано с названием Синдика, и в таком смысле правильнее его имя звучало бы как Синдес, или даже Синдекс, то есть Синдский князь. Но если верна данная теория, то именем Синдекс в летописях могли называть, и, например, какого-нибудь другого князя. Это могло быть вполне себе титулом. Тем не менее, если возвращаемся к древнему боспорскому царству, там есть такой царь, как Притан, а вот Притан в греческих городах, в греческой терминологии, это слово несколько аналогично римскому слову претар, и означает или верховного правителя государством, или члена правительства. То есть в любом случае Притан означает правитель. Если это республиканская форма правления, то там правителей много, если это монархическая форма правления, то там правитель один. И вот предыдущий боспорский царь древнего боспорского царства настолько был уверен, что его сын станет царем, что так и назвал своего сына буквально словом царь, то есть Притан. Поэтому и в данном случае может быть кто-то из боспорских царей для того, чтобы его сын укрепил власть над Синдикой, назвал своего сына именем, производным от понятия правитель Синдики, Синдекс, или просто Синдес, то есть Синд, соответственно. Также возможно, что на момент уже Тиберия Юлия Сингиса Синдика настолько растворилась в боспорском царстве, что для него называться Синдом было настолько же почетно, настолько же патриотично, как, например, выражение казацкому роду Нема Переводу или, например, как в гимне Украины сказано «И докажем, что мы братья казацкого роду». Понятно, что никакой запорожской истечи никаких казаков в Украине уже столетия как нету, но вот как бы надо доказать, что мы братья казацкого рода, и поэтому надо ложить душу и тело за нашу свободу. Ну, по крайней мере, как говорится в гимне Украины, может быть, на момент жизни Сингиса уже такие вот идеи были в плане Синдов, и для него называться Синдом было очень почетно. Не знаю. Среди разных теорий его то ли пытаются связать с римлянами, например, он мог быть некоторое время в Риме или в бегах, или в изгнании из Боспора, или в качестве обучения, или чуть ли не в заложниках, или проходить воинскую службу. Дальше он, вероятнее всего, вернулся в Боспор, и дальше тоже рассматриваются разные версии. Согласно, одним он дружил с германскими народами, в частности, с герулами, и даже помогал им организовывать флот для нападения на римские владения, с другой стороны, вроде как, и не занимался этим. Но, учитывая, что не доказан факт его существования, спорить о том, чем он занимался, как бы вообще излишне. Для начала бы хотя бы понять, был ли он вообще. Следующий князь, который все-таки вероятнее всего был, это князь Тейрон I. Кстати, Тейрон, как и Синдекс, как и Притан с той же оперы, вероятнее всего, имя Тейрон является отсылкой тоже к понятию правитель, только уже Тиран, что тоже означало, что данного царевича сразу уже назвали, типа, будешь у нас Тираном. Растет у нас маленький Тиранчик, он должен стать Тираном обязательно. Полное имя, естественно, Тиберий Юлий Тейрон I, однако уже добавление к имени благочестивый друг Рима и Цезаря он убирает. Умер около 278-279 годов и правил, естественно, приблизительно с 275-го по 279-й. Возможно, был соправителем, например, с Раскупоридом или с тем же самым Сенегасом. Учитывая, что там была полная чехарда с властью, можно уже предполагать что угодно. Можно предполагать, что один князь правил как бы живущими на территории Баспора германцами, другой, как предыдущий Раскупорид, вообще какое-то свое царство кочевое организовывал, какой-то мог править половиной Баспора и в конце концов на другой половине вместе могло править два царя как соправители и поскольку вот нету реальных данных о том, что происходило, то все очень сложно. О временах правления Митридата Евпатора, о том, что он назначал на правление своих сыновей более-менее понятно. И поэтому не удивляет то, что сначала как бы он унаследует от пересада пятого Баспорский трон, потом он садит одного сына, потом другого, потом сам правит, потом третьего, потом Фарнак. Там все это объяснено и понятно, что происходило в плане последующего существования параллельных двух династий по Асандру и по Полимону, династий впоследствии уже при Аспоруге все-таки слились по сути дела в одну единую мощную Баспорскую династию. Там тоже более-менее понятно, так как есть источники. Мне на самом деле лучше даже понятно, что происходило во времена Семандра и Археонакта, поскольку и по тем временам у меня по крайней мере есть ведические тексты. Есть какие-то осколки греческих текстов и по более поздним временам, что те или иные греки поставили памятники воспорским царям. Все это есть. А тут христианство, когда Римскую империю начало ввергать в хаос, Рим начал так стремительно и ужасно падать, что под собой начал погребать по сути дела европейскую всю цивилизацию и поэтому от тех времен очень мало что сохранилось. И реально вообще непонятно кто на Боспоре правил, что делал, потому что сами боспорские летописи в конце были уничтожены, а в византийских, в римских территориях творилась такая неразбериха, такие переполохи, что им как правило было уже не до Боспорского царства. Искростанская держава как держава практически на тот момент переставала существовать. Германарих начал ходить по славянским территориям и творить что только ему хотелось. Боспорский и его попытка реконструкции славянской державы тогда не удалась. Поэтому Искростан занят собой, Искростан во многом отрезан, и в Искростанском списке царей тоже внятных данных нету. Византия как Византия еще не сформировалась, а Римская империя вот-вот начинает падать и готовиться к своей смерти. Поэтому реальных данных об оспоре тех времен практически нету. Однако о данном правителе понятно, что если он, например, в своем титуле не использовал Филоцезар Филаромеус, то возможно он даже использовал нечто типа Филогерманас в плане своих взаимодействий с германцами герульских и бороновских народов. Потому что на тот момент он дружил именно с ними. На тот момент именно они вторглись в Крым и на тот момент именно они были той силой, которая могла свергать или поддерживать баспорских царей. Существуют монеты с подписью Базилеус Тайраной, поэтому можно понимать, что такой царь в действительности существовал. Также еще существует памятник, воздвигнутый, как на нем написано, богам небесным Зевсу спасителю и Гере спасительнице, за победу и долголетие царя Тейрона и царицы Элии. Видимо, по имени Элия сама Элия также не была германкой и, видимо, была гречанкой или огреченной баспоркой. Также понятно, что и соправительство со своими родственниками и, видимо, борясь с некоторыми из них. Например, предполагается, что он боролся с Аураматом четвертым, но внятных, точно доказуемых сведений нету. Также есть предположение, что, возможно, Хедузбий его свергал и даже штурмовал его столицу. Но тоже это предположение на кончике пера и реальных доказательств, что это было именно так, а не иначе нет. Также, если просто посмотреть на даты его правления, я бы не сказал, что он так долго правил, так как получается, что именно как более-менее полноценный правитель, он правит с 275 по 279 или вообще всего лишь 278 год. Это уж точно нельзя назвать долгим правлением. Но снова же, возможно, или с датировками что-то не так, или, возможно, тут речь идет еще о его правлении как соправителя с Раскупоридом и Синегосом. Раскупорид, Синегос и Тейрон, ну, прямая отсылка к более поздним Рюрику, Синеусу и Труору. Злые шутки истории. Кстати, в плане истории Украины у нас таких шуток истории очень много. Уже после обретения украинной независимости, после распада СССР, у нас первый президент Леонид, а его фамилия начинается на букву К, покойный Леонид Кравчук, второй президент Леонид и его фамилия также начинается на букву К, Леонид Кучма. После них было также два президента, которых уже звали не Леонидами, а которых звали Викторами. Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Эти оба Виктора, хоть, к счастью, имеют разные отчества, но у обоих фамилии начинаются пусть не на одну букву, но буквы Ю и Я это последние буквы алфавита. То есть вот такие какие-то игры смыслов истории Украины порождает достаточно очень много. Ну и то, что сейчас Украина именно во времена президента Владимира Зеленского борется с президентом России Владимиром Путиным тоже из таких забавных совпадений. Поэтому я не удивлюсь, что в те времена могло быть несколько раскопоридов, несколько сауроматов и еще бог знает что. Поскольку когда нет удостоверных данных, то и одного князя или одного правителя можно счесть за двух или двух за одного просто не разобравшись. Так же само как будущие наши потомки не разобравшись в Леонидах Кучмах и Кравчуках или не разобравшись в Викторах и Ющенках и Викторах Януковичах могут вообще напутать и скрестить бульдога с носорогом. Еще будет хуже если они не разберутся во Владимирах и попытаются этих Владимиров скрестить. Но надеюсь все же до такого не дойдет. Дальше про все это что было связано с Тейроном известно достаточно мало достаточно какие-то противоречивые обрывки он вроде как укреплял Баспор точнее пытался это делать и воевал с окружающими его германскими народами и осколками сарматов получалось все и звон плохо также там были сложные отношения с Херсонесом Херсонес видимо опять предательски относился к Баспору и это тоже очень сильно вредило Баспорскому царству по некоторым данным позднее возможно Тейрон дожил до 285 года и был сменен уже Тотарсом но это не факт это все оставляет необходимость более детально и более качественно изучать все что касается данных времен и данных правителей имя Тейрон можно связать со словом Тиран а также с кельтским именем бога Тараниса и даже с именем бога Тора и учитывая что германцы тех времен как раз будут складывать германо-скандинавскую мифологию как раз в те времена культы Одина саги все дела окончательно сложатся под влиянием и торгелейства и возможно даже каких-то поползновений христианства и ведических культов и всего 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 то можно поразмыслить на предмет заимствования и вообще много над чем и так идем дальше и дальше у нас князь Сауромат четвертый четвертый ли и в династии Тиберьев Юлиев Сауроматов Раскупоридов каждого князя можно считать Сауроматом но среди тех кто именно называли себя Сауроматами этот вроде как этот а вроде как не тот и так правил приблизительно с 275 по 318 годы правил достаточно долго и есть монеты с подписью Базилеус Сауроматой то есть такой правитель реально был насчет порядкового номера на монетах его нет поэтому тут уж как бы остается гадать но по крайней мере он был и по крайней мере поскольку по качеству монет серии монет можно разделить то можно четко понять что этот Сауромат это не тот Сауромат который был раньше у которого монеты были качественней и не тот Сауромат который был еще раньше так как их можно сравнить даже визуально и понять что это вообще-то не он его отцом был вероятнее всего вероятнее всего раскупорит четвертый или раскупорит пятый но вероятнее всего четвертый вероятно также что у него было четыре брата некоторые из которых могли быть его или дядями или племянниками но так или иначе это фарианц хедосби тейрон и тоторс точнее тейрона только что уже разобрали а за тоторсом еще еще к нему подойдем также понятно что большую часть своего правления он был именно соправителем с отцом и соответственно разными братьями но некоторое время видимо и правил сам с кем его соправительство было именно как сотрудничество а с кем его соправительство заключалось в виде борьбы за власть ну к сожалению это мы сейчас определить просто не можем ввиду отсутствия данных ввиду отсутствия материалов и единственное что про него достоверно известно это то что он чеканил монету что можно проверить по факту нахождения данных монет однако детальней что-то понять увы увы никак возможно он был соправителем или наследником Хедосби возможно даже он погиб в битве с Тейроном первым и возможно тот сауромат который появился дальше это уже был другой сауромат то есть возможно что под сауроматом четвертым на самом деле объединено два сауромата или даже три но если как бы предполагать поменьше предполагать что вот был этот самый сауромат его в свое время отстранили от власти потом он вернулся ну может быть может быть а может быть одного отстранили или даже прибили а другой пришел к власти ну тоже может быть как это проверить тем не менее есть упоминание в труде византийского императора Константина VII об управлении империей где сауромат называется сыном Крискаронаса данный Крискаронас может быть неправильным прочтением имени Эрхескупорит или же реально был еще какой-то брат Крискаронас который был отцом данного сауромата он мог быть или из младшей ветви или да могло быть что угодно это даже могло быть как бы детско юношеское имя того же Тейрона может Тейрон взял себе имя Тейрон то есть тиран правитель только когда он стал правителем а раньше может его звали Крискаронс или как угодно остается гадать остается предполагать четких неопровержимых сведений к сожалению нет нет как к гадать лох к в и и и и